Доброго здравия, други мои! Сегодняшнее мое повествование не будет касаться темы силы. Оно будет несколько необычное. Снимаю я его с целью познакомить вас со мной поближе. И сегодня я расскажу о том, что я являюсь для многих из вас, это будет новостью, почитателем и ценителем творчества Виктора Цоя. Буквально несколько дней назад мой друг прислал мне видео с Питера о знаменитом легендарном месте под названием Камчатка. Кто в теме, тот знает, что это за место. Итак, к вашему вниманию я сейчас показываю это видео. А после этого видео я вам расскажу очень интересную историю, которая произошла со мной и которая связана с личностью Виктора Цоя. Ну вот, доехал я до Камчатки, место, где Цой работал кочегаром в Питере. Памятник кому. Ну тут какие-то строительные работы ведутся. А вот это само заведение. Полуподвального типа. Тут говорят каждый день, по-моему, с 8 вечера или с 7. Группу всякие песни Цоя поют. Вот Камчатка. Это странное место Камчатка. Что тут такая обстановка? Это вот весь зал сам. Итак, други мои, более 15 лет я как-то оказался на так называемом квартирнике. То есть тот, кто в теме, знает это квартирные концерты. И среди людей, присутствующих там, были люди, которые были лично знакомы с Виктором Цоевым. Естественно, будучи еще молодым и зеленым, я бросился к ним с различными расспросами от Цои. И один из них сказал, вот скоро придет человек, который прям очень хорошо знал Цоя, он тебе расскажет о нем. Действительно, через какое-то время пришел человек. Он зашел в квартиру и все его окружили, знаете, с таким видом, как будто бы это явился какой-то вурус. Вурус не зашел с небес. Естественно, я тоже стал донимать его вопросами от Цои. На что он мне ответил несколько кратко, и как, не несколько кратко, а прям кратко, и как мне тогда показалось грубо. Он мне задал вопрос, ты видел где-либо на заборах, на стенах надписи Цои жив? Я говорю, да, конечно, видел. Он говорит, ну тогда, значит, он точно мертв. Был такой его ответ, этого человека. Я тогда, честно говоря, его не понял. И только сейчас, спустя время, я начал понимать, что двигало этого человека в ответе мне на мои распрашивания и на мои вопросы. Я думаю, что кто-то из вас тоже сможет догадаться. Пишите в комментариях, что двигало этим человеком, когда он ответил таким образом на мой вопрос. Опять же, я думаю, что в числе моих подписчиков есть люди, которые тоже почитают талант Виктора Цоя. Пишите свои мнения, высказывания. Если вам данный выпуск понравится, я тогда продолжу подобные темы, потому что в своей жизни я встречался с большим количеством, не побоюсь этого слова, великих, знаменитых людей, начиная от звезд первой величины и заканчивая президентами и высшими иерархами духовенства и религии. Насим, други мои, разрешите откланяться, будьте здравы! У меня есть дом, только нет ключей. У меня есть солнце, но оно среди туч. Есть голова, только нет плечей. Но я вижу, как тучи режут солнечный луч. У меня есть слово, но в нём нет путь. У меня есть лес, но нет топоров. У меня есть время, но нет сил ждать. И есть ещё ночь, но где нет снов. И есть ещё белые, белые дни, белые горы и белый лёд. Но всё, что мне нужно, это несколько слов. И не остается жарко вперёд. У меня есть река, только нет моста. У меня есть мыши, но нет кота. У меня есть парус, но ветра нет. И есть ещё краски, но нет холста. У меня на кухне искра на вода. У меня есть рана, но нет берута. У меня есть братья, но нет родных. И есть рука, и она пусто. И есть ещё белые, белые дни, Белые горы и белый лёд. Но всё, что мне нужно, это несколько слов. И место для шага вперёд. И место для шага вперёд. И есть ещё белые, белые дни, Белые горы и белый лёд. Но всё, что мне нужно, это несколько слов. И место для шага вперёд. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Продолжение следует...